Привет, я Дрякин, а это Порядок слов. Рубрика о словах, значение которых иногда может и удивить. Особенно если выяснится, что до этого они употреблялись не совсем к месту. Сегодняшнее слово – либерал. Ну, так уж сложилось в России, что понятие либерализм приобрело какой-то негативный оттенок. Хотя вряд ли кто-то из нас возражал бы против тех идей, которые оно в себе несет. Слово «либерализм» произошло от латинского слова, означающего «свободный». Корнем ему, вероятно, посложило другое слово уже из прото-индоевропейского языка, означающего «народ». Кстати, по звучанию оно схоже с русским словом «люди». Считается, что либерализм зародился как ответ на абсолютную власть монархов и католической церкви. Вот что пишут о нем различные энциклопедии. Права личности, в том числе право на жизнь и свободу, объявляются либерализмом высшей ценностью. Каждый человек имеет право жить в соответствии с теми представлениями о личном благе, которые у него есть. И навязывать ему их не надо. Гражданам должны быть обеспечены равные права. Государство же служит всего лишь средством поддержания свободы и инструментом разрешения конфликтов. По мнению либералов, власть является законной только тогда, когда граждане с нею согласны. Отсюда идея о том, что всякая власть должна ограничиваться законом. Отсюда идея о разделении властей, конституции, верховенстве закона. Кстати, к демократию либералов в разное время было разное отношение. Когда-то считалось, что с одной стороны она помогает противостоять узурпации власти, но с другой стороны несет в себе и угрозу свободе личности в виде так называемой тирании большинства. Хотя современные либералы идеи демократии разделяют. В защите частной собственности и свободе предпринимательства в идеологии либерализма также отведено почетное место. Первоначально либералы вообще считали, что государство не должно вмешиваться в экономику. Однако со временем многие из них стали понимать, что свободный рынок не всегда ведет к благу общества. Поэтому иногда в него необходимо вмешиваться. Ну, например, для того, чтобы поддерживать отечественного производителя. Такие движения получили название неолиберальных. А еще либералами называют людей свободных взглядов. А еще так называют тех, кто склонен к излишней, снисходительности. Но, кстати, не путайте понятие либерализм с либертинизмом. Это такое философское учение, отрицающее принятые в обществе нормы. В первую очередь моральные. В общем, следите за выражениями.